Итак, я приветствую вас в начале той самой лекции, на которую потом будут нажимать люди на YouTube просто ради самого названия этой лекции, скорее всего. Но на самом деле, я думаю, что она пройдет в атмосфере такого интеллигентного лингвистического семинара. Плюс-минус. Лекция о японских ругательствах. Кстати, если в зале есть люди младше 16 лет, то обязательно оставайтесь. Вы наверняка станете авторитетами в своем классе после этого. Но я бы попросил вас поискать и другие пути для того, чтобы им стать. Как бы это не единственные. Чем интересна эта лекция о японских ругательствах? Японский язык, он сам по себе потрясающе церемониальный. Там есть несколько уровней вежливости, которые не свойственны нашему языку. У нас там ты и вы, в основном форма в японском. Есть вежливость сверху вниз, от вышестоящего к нижестоящему, от нижестоящего к вышестоящему. То есть это все довольно сложно и запутанно. И потому в качестве пролога я бы хотел вам рассказать короткую историю, которая как бы подведет вас к тому, насколько еще закрепощенной даже является такая страна, как Япония. В конце 19 века, ну во второй половине, Япония была открыта миру и поехало первое японское посольство по всему миру. До этого был период так называемой страны на цепи, Сококу, и японцы никуда не ездили. И к ним тоже никто не ездил, потому что они никого не пускали. И правил очень такой суровый сегунат Токугава. Но прорвалась, к счастью, эта цепь. И вот японский посол впервые поехал в разные страны устанавливать отношения и попал в США. И он попал сразу в довольно страшное место. Он попал на бал, на светский бал. И он увидел там возмутительные вещи. Это человек, который вот приехал из закрытой Японии времен клана Токугава. Он увидел, представьте, как мужчина, Дэнди, подходит к женщине, которая даже не его жена, и при всех берет ее руку, да, и целует руку женщине при встрече. То есть у себя в спальне таким будете заниматься? Как можно при всех? А дальше ведь пошло совсем ужасное венский вальс. То есть опять-таки мужчина приглашает женщину, которая даже не является его женой, и берет ее за талию, и они на абсолютно недопустимой для этикета дистанции начинают кружиться под ритм музыки. В своем дневнике посол тогда написал, он сравнил этих людей с мышками, которые бегают на цыпочках, и написал, что определенно жители этой страны не имеют никакого представления о приличиях и порядке. Вот такой разврат он увидел в виде этого вальса. То есть Япония очень церемониальная страна, и поэтому одна из особенностей слов, которые мы сегодня рассмотрим, мы не рассмотрим все неприличные слова японского языка, но мы рассмотрим наиболее показательные. И одна из особенностей, на которую я обращу внимание, это и большинство из них нету даже иероглифов, нету даже канзи. Почему так получилось? Потому что те, кто смотрел мою прошлую лекцию, знаете, что японцы заимствовали свои иероглифы у кого? У Китая. Кстати, вы не против повторять некоторые слова со мной на этой лекции? Просто чтобы размяться, знаете. Так вот, кто не против, в общем, можете повторять. И поэтому на уровне V века у ханьского Китая было как-то нескромно спрашивать, да, и пишите нам иероглифы для, как вам объяснить. То есть никто, естественно, японский принц Щатоку не осмелился, естественно, спрашивать об этих словах, и иероглифов для большинства этих слов просто нет. Да что там? Поцелуй. Да, сейчас мы видим его в каждой японской дураме, в аниме, где угодно. Но до XIX века, представьте себе, в Японии даже не было нормального слова поцелуй. Не было такого слова даже. Считалось, что это слишком неприлично. И в том числе выдумывать иероглиф для этого слова. Вот во второй половине XIX века с открытием страны из США наконец пришло слово киссу, поцелуй, кис. И сейчас в японском еще есть слово чью, тоже звукоподражание, целоваться. До этого были только какие-то неуклюжие эвфемизмы. Например, говорили рот, рот, кучи-гучи, так называли поцелуй. Но что придумали до этого специальное слово, это было слишком. До сих пор, как вы, наверное, догадались, нет иероглифа для слова секс в японском языке. Его просто нет, есть только половой обмен слова, секс в японском языке. То есть два приличных иероглифа берутся, и ими оформляется таким образом значение. Но, к счастью, первое иероглиф, о котором мы поговорим, он имеет первое неприличное слово, о котором мы поговорим, оно имеет иероглифическую запись. Итак, скажем все вместе. Ксо! Ксо! По моему жесту, да. Ксо! Когда говорят это японцы, это как, ну, вот ведь стряслось, вот ведь напасть, черт побери. Вот что-то такое, когда плохое случилось, мы говорим, а, ксо! Вот это вот часто можете услышать. Дословно это означает отходы, грубо говоря, дерьмо, экскременты. Посмотрите, как оно прекрасно. Это один из немногих иероглифов, который имеет три ключа, но при этом он абсолютно симметричен. Это, ну, фактически один из идеальных канзи мы сейчас наблюдаем. Почему у нас есть канзи? Фун – это китайское чтение. То есть все чин по чину, это было завезено из Китая. Фун – это от китайского фэн, который имеет точно такое же значение. И чуть более понятным становится, когда мы посмотрим на устаревшую версию этого иероглифа, она вот слева, то есть нижний элемент – это две руки, также он означает обоюдность, но вот видите, две руки, средний элемент – это поле, и верхний элемент – это рис. То есть две руки, простертые над рисовым полем. И, как вы видите на картинке в левой части, эти руки разбрасывают над полем удобрения. Удобрение делается из чего? Из вот этого вот ксо. Поэтому слово, в принципе, было легитимное, и для него не страшно было заимствовать канзи. Но большая часть других канзи либо нет, других ругательств, либо они были позже заимствованы. Еще одна интересная особенность, ну, надеюсь, вам любое имение видно. Что вы видите на картинке слева? Двух мужчин. Хорошо. Итак, полностью отсутствуют оскорбления по признаку сексуальной ориентации. В нашем языке они есть. По каким-то причинам у нас одним из оскорблений является сравнивание человека с человеком нетрадиционной ориентации. В японском языке такой традиции абсолютно нет. Как вы догадались, даже специального иероглифа, естественно, нет. Людей такой ориентации называют вон сверху «досей айща». То есть тот, кто любит людей одинакового пола. Ну, одинакового с ним, имеется в виду. То есть, опять-таки, приличное название. И самое обидное, что есть в этом плане, это нижнее слово «хомо». «Хомо» — это такое уже обидное слово, но, опять же, это не оскорбление мужчины. Это просто говорится в адрес человека, который гей, но мы с ним в плохих отношениях, и мы его говорим «хомо». Такое. Но это, опять же, не является именно чем-то оскорбительным, как наши подобные слова. И в японском языке есть слово «томодачи», которое означает «друга» или «друзей». И есть сленговое слово «хомодачи», которое означает «друзей», который, может, немного больше, чем просто «друзья». И эту картинку я нашел в гугле. Это первое, что мне выдало по запросу «хомодачи». Наверное, это кадры из какого-то фильма, я не знаю. Какая-то история, возможно, за этой картинкой стоит. Это слово у вас было на наклейках, но на наклейках оно написано так, как его в основном пишут современные японцы. Это слово «бака», которое означает «дурачка» и «дурочку». Давайте же скажем все вместе «бака». А вы неплохие. Я чувствую, японцам понравится это видео, когда они будут его смотреть. Представьте, да, чем занимаются люди в Украине. Итак, научные лекции в Украине. Но для этого слова есть иероглифическая запись. Давайте посмотрим на нее. Это иероглифы «лошадь» сверху и «олень». То есть слово «дурак» пишется как «лошадь» и «олень». Почему? Есть две версии. Наиболее расхожая говорит, что это поздняя звукозамена. В прошлой лекции я говорил, что иногда так подбираю иероглифы и фонетически, и по смыслу. Вот это как то же самое. Кому мы подобим глупого человека? Конечно же, лошади или оленю. Поэтому из всех иероглифов, которые читаются как «ба», которые читаются как «ка», взяли именно лошадь и оленя. Но есть более красивая версия, которая говорит, что это просто сокращение от фразы «тот, кто показывает на лошадь и утверждает, что это олень». То есть только лошадь от оленя не может отречить. «Бака». А у вас на накриках это слово написано азбукой, как пишут его в основном японские школьники на паротах друг к другу. Вот это вот «бака». Далее. Тоже иероглифическое слово «ахо». Это очень популярно на анонимных имиджбордах. Если кто-то пишет там глупость, то тому, кто начал такой тренд, часто отвечают «ахударо». То есть ты что, дурачок? Близкая по смыслу. Скажем вместе «ахо-ка». Эту фразу, если уиди, говорит грустный дораэмон. В афише этой лекции я прикрепил картинку с дораэмоном, персонажем японского аниме, и у него там вот в обочке эта фраза «ахо-ка кимила». «Ка» — это вопросительная частица, то есть ты что, дурак? Близкая по смыслу «кбака», но здесь уже очевидно оба иероглифа. Первый иероглиф означает «лебезить, присмыкаться», а второй «глупый» или «дурачок». Следующее. «Кас» — «у» часто в японском редуцируется, то есть почти не произносится. Поэтому хоть оно пишется как «касы», «у» почти мы не слышим. «Кас» — где-то так произносится. Тоже очень часто можно услышать в интернете, когда кто-то кого-то осуждает, часто оно комбится со словом «умри». А само это слово означает, когда мы используем полезную часть какого-то материала, у нас остались отбросы, объедки, что-то вот такое, что уже не годится ни на что. Это называется «кас». То есть близко к нашему слову «отброс». Что-то рухлить, что-то, что не нужно. И часто говорят «умри» по-японски — это «щине». «щине» и часто говорят «щине-кас». Скажем вместе «щине-кас». Неплохо. Это вот в интернете тоже очень частые ответы. Вот как обидные комментарии на ютюбе, на японском, вот кому-то не нравится совсем видео блогера. Вот это вот часто можно увидеть в комментариях. Идем дальше. «Яро». Здесь мы видим комбинацию второй иероглиф «ро». Он длинный, так как «ро» произносится. Это стандартное окончание мужских японских имен. Самая популярная японская сказка называется «Урошима Таро». Ну, это как Иванушка-дурачок. То есть «таро» — это самое обычное японское имя. И там «джи-ро», «джи-ничи-ро». То есть очень много японских имен, если вот интересоваясь актерами, заканчиваются на «ро». Но нет имени Яро, потому что «я» означает поле. То есть «яро» — это тот, кто как бы был рожден в поле. Дитя поле. Не в законном браке, а где-то вот нагулен в полях. Поэтому «яро» мы можем уподобить слову «ублюдок» или, как говорят современные школьники, «бастард». Есть определенная тенденция. Да, то есть «бастард» — это «яро». И те, кто смотрит аниме, знают, что «яро» часто комбится у нас с «бакой». И получается какое у нас слово? «Бакаяро». То есть как бы глупый ублюдок вместе. «Бакаяро». Ну, «бакар» — дурачок. «Бакаяро». Такая вот тоже комбинация часто у нас встречается. Как усиление. Следующая очень интересная подробность касательно ругательств. Про маму. Поговорим про маму. То есть про маму в японском языке мы не можем сказать ничего плохого. То есть мы можем сказать только вот это, что «водил в кино». Почему так происходит? Потому что в японском языке грамматически мы можем употреблять, говоря о маме, только почтительную форму. Говоря о своей маме, мы можем употреблять менее почтительную. Когда вы, допустим, говорите, что «меня мамка не отпускает гулять», вы говорите там «отачино ха-ха». «Ха-ха» — это мама по-японски. Вы говорите «ха-ха». А когда вы говорите про маму своего друга, дома ли она, допустим, спрашиваете, то вы говорите «окасан». «Окаасан» — это уже чужая мама, и это есть уважительная форма. То есть говоря о чужой маме неуважительно, мы просто нарушаем правила грамматики японского языка. И вообще о чужих родственниках, обо всем чужом мы в японском говорим только уважительно, о своем и, наоборот, чуть-чуть говорим об этом более скромно. Эта тенденция свойственна всему, что есть в японском языке. Поэтому человек, который скажет что-то про маму неуважительно, просто показывает свою безграмотность, и таких оскорблений такой традиции абсолютно не сохранилось. Ну и от мамы переходим к оскорблениям, более свойственным для женского пола. Первое из них, в общем-то, не оскорбление, это название профессии. Одно из названий профессии проститутка. Байщунфу. Какие иероглифы мы здесь видим? Фу — это как женщина, дева, это окончание женских профессий. Канголфу, медсестра, например, и так далее. Ну и точнее, любых профессий, которые выполняет женщина. Они заканчиваются на фу. Бай — это продавать, и щун — это молодость или весна. То есть это означает женщина, которая продает весну своей жизни. Это, по сути, самое красивое название для этой профессии, которое когда-либо было придумано в мире. Это не является оскорблением, но это достаточно интересная запись. А вот оскорблением является следующее — ширигару. Знаете, если вы сейчас учитесь в девятом классе, то когда вы были в шестом, были популярны картинки с медведем. Вот медведь, в принципе, давайте скажем все вместе. Ширигару! Ширигару! То есть, да, смысл именно в этом. Слово состоит у нас из двух хореографов. Шири — это означает мягкое место, то, на котором мы сидим. И гару — это сокращение от прилагательного каруи. Каруи, то есть легкий. Имеется в виду здесь не физическая легкость, весовая, а легкодоступность. То есть этимология слова более-менее понятна, что она означает. Тоже означает некий вот разврат и употребляется в основном в отношении девушек. Оно комбится с другими. Но это средний такой обидности слова. Действительно обидное, которое вот вообще невозможно себе представить. Мы даже не будем его говорить, чтобы не позориться перед японцами, это слово. Только я скажу нику бенки. Бенки — это у нас унитаз. А нику — это мясо. То есть как унитаз из мяса. И унитаз ходячий, если так перефразировать. Тоже здесь с этой аллегорией мы можем вспомнить диалог Женечки и Платонова из романа «Куприна Яма», где проститутка Женечка тоже сравнивает себя с отхожим местом, всемирной плевательницей и так далее. То есть тоже употребление женщины, некоему отхожему месту. Если, кстати, вы не читали роман «Куприна Яма», то какие у вас вообще оправдания? Хотел бы я вас спросить. И идем дальше. Также пришли ангрицизмы. В японский язык это слово, думаю, многие из вас узнают. Оно на наклеечках, которые розовым. У нас «битчи». То есть это типичный ангрицизм. Много «фак». Вот это тоже чуть-чуть пришел, но он не сильно пришился. Битчи прижилось как родное. И означает, естественно, тоже девушку, но оно имеет даже позитивную, я бы сказал, определенную коннотацию, потому что «битчи» — это как девушка, которая является манипулятором, которая умеет управлять мужчинами, верить этими, но она делает это как-то злономеренно, плодово и всем во вред. Но, тем не менее, в японском гугле, если ввести его соло «битчи», то будут тоже там варианты, как одежда, мейкап, косметика, то есть как красятся сучки, какую одежду носят, какую. То есть кто-то это гуглит в японском интернете, раз такие предложения, Google нам сразу же выдает. Это все комбится. Например, «битчи» может сочетаться со словом «ксо», как усиление. Скажем вместе. «Ксо-битчи»! «Ксо-битчи»! Я встречал совершенно жуткие комбо. Например, есть японская имиджборда для девочек, называется «Girls Channel». И вот там, когда обсуждают каких-нибудь там поп-звезд, которым многие девушки с этой имиджборда, видимо, как-то по-черному завидуют, я встречал комбо «щиригару, никубенки, ксо-битчи», то есть там такие загибы неслабые идут. То есть мы можем сделать вывод, что, в принципе, эти слова, если человек действительно злой, они тоже хорошо комбятся. Друг с другом. «Ксо» лепится почти ко всему, как усиление. Допустим, начальник «бучо», там «ксо-бучо» — это чертов начальник, ни черта сам не работает, только мне дает поручение. Такой пост я видел, тоже там было «ксо-бучо». То есть «ксо» — это самый лучший коннектор, самый лучший префикс, который лепится ко всему. И еще теперь слово с интересной историей «ксама». Скажем вместе. «Кисама!» «Кисама!» Спасибо. «Кисама!» Что интересно, это слово раньше было хорошим. Оно даже было почетным. То есть «ксама» — «сама» — это суффикс крайнего почтения, который вы, наверное, слышали. А «ки» — это драгоценный. То есть это означает «драгоценнейший», грубо говоря. Это слово испортилось в армии. То есть император издал указ о том, что офицеры армии должны обращаться друг к другу вот этим словом, чтобы поддерживать высокий моральный и культурный уровень в армии. Но эффект был прямо противоположный. Старшие офицеры начали подзывать этим словом младших офицеров. И сказали «эй, драгоценнейший!» Пойди-ка сюда. И естественно, это слово сразу же испортилось и потеряло первоначальный смысл. У вас в накриках есть второе аналогичное слово «омаэ». «Омаэ», то есть «стоящий передо мной». Оно тоже изначально имело высокий смысл, но потом оно испортилось, и тоже в армии. Тоже благодаря употреблению старослужащими. Мы можем вспомнить здесь, например, слово «товарищ», которое в 30-е годы страшно испортилось после заголовков типа «расстрелять товарища Зиновьева». Товарищ тоже свой изначальный смысл во многом утратило. Вот так в японском произошли метаморфозы словам «кисама» и «омаэ», которые в современном японском, они именно ярко оскорбительные. Сейчас вы ими только можете обидеть человека. И последнее слово, которое я хочу отметить. Часто вы можете, если вы смотрите аниму, слышать, как кто-то кого-то достал, ему кричат «русай» или в развязной манере «русея», скажем вместе. «Руссея!» Неплохо. О, кто-то вообще старается. «Руссея». Это слово дословно означает «надоевший». «Доставший», то есть «ты достал», «ты надоел», «хватит», «прекрати». Но как оно записывается? Первые два иероглифа — это пятый месяц, то есть май. И третий иероглиф — это «мухи». Последний — это окончание прилагательного. То есть подобный майским мухам. Надоедливый, назорливый, как майские мухи. Майскомуховый. Это прилагательное все-таки. Безусловно так можно его видеть. Ну и пока мне не начали кричать «руссай», хочу закончить на том, что вообще в Японии употребление всех этих слов является абсолютно табуированным. То есть это намного хуже, чем употреблять мат, допустим, у нас. Там это сразу сильно опускает вас в глазах общества. И эти слова употребляют те люди, которые вообще как панки, которым вообще плевать, что о них думают, какие-нибудь хулиганы. Вот они так могут выражаться. Но один раз сказать такое слово на телевидении уже будет стоить, в принципе, карьеры. Вы не услышите эти слова на улице. Вы не услышите никогда ни одно из этих слов от школьников, которые едут вместе с вами в электричке. То есть такого нет. И закончить я бы хотел фотографии замечательных школьниц, которые спасли меня в Осаке, когда я заблудился два месяца назад там. Чтобы вы поняли, что японцы — это отзывчивые, добожелательные люди. А эта лекция носила сугубо образовательный характер. Спасибо. И запускаем Сашу с вопросами. Вы прослушали образовательный курс для японских панков. Спасибо за лекцию. Я хотела выяснить насчет вот этой частички «фу». Она добавляется только к женским профессиям или вообще ко всем словам, которые можно обозначить как женские? То есть является ли это примером феминитива в японском языке? Ну ты же знаешь, да, что меня интересует? Да, я знаю, что тебя интересует. Я хочу сказать, то есть Аня представила девочку, которая сшила ей мышку и сказала «операторка Рина». То есть ее зовут Рина, чтобы вы поняли. Операторка — это слово, которое было отобрено, не Карина. Возможно, вы могли перепутать. Так вот, по поводу феминитивов. Ну смотри, тоже там же самая ситуация, что и у нас, в принципе. То есть вот есть кангощи, медбрат, кангофу, медсестра. Но в других словах такой традиции нет. Потому что в японском языке, в чем проблема с феминитивами, главное в японском языке, категории рода нет. То есть нам рода вообще нет. Есть только некоторые иероглифы, которые есть только в некоторых профессиях. Но большая часть профессий имеет суффиксы «ща» или «ин». Например, «ниндзя». Это тоже суффикс профессии, там, «ща». И они гендерно-нейтральные. То есть абсолютное большинство профессий, они абсолютно гендерно-нейтральные, они имеют никаких ни мужских, ни женских окончаний. А некоторые, вот это нужно спросить лингвистов, они делятся действительно. Вот медбрат – кангощи, медсестра – кангофу. Кстати, вот мужская версия от своего проститутка, да, байсюнфу и какая-то мужская, вот этого я не находил. То есть, ну, это реже. Это реже, и есть там вот три самых употребимых суффиксы, они нейтральные. Но хочу, чтобы тебя порадовать, повторить, что зато иерогрифов с ключом «женщина» 140 с чем-то, а с ключом «мужчина» только четыре. То есть есть определенные. Ну да, гендерно-нейтральные – супер. Да, это я уже готов. Мне вот интересно. Спасибо за лекцию, конечно. Теперь я знаю, что буду говорить, когда буду убегать от японских гопников. Ну так вот. Там сложно найти гопников, поверьте. Ну так вот. А японский язык настолько же красочный, как и русский. И можно ли вообще составить первую часть батла «Оксимирона» против Джонни Боя? Я боюсь, не все в зале поймут. Я вел вот прошлый ивент, и я хотел выйти и начать его с вами там. Ивент, наука, Харьков, зал, монокристаллы. Ну, знаете, я боялся, что никто не поймет эту отсылку, я не стал этого делать. Но если бы я знал, что ты будешь, я бы сделал. Да, есть японские рэп-баттлы, я абсолютно точно это знаю. В топах Твиттера они всплывают, там люди баттлятся, у них есть тоже свои панчи. То есть, ну, с рифмой проблема, потому что русский язык имеет более гибкую рифму, вот эти постфиксальные окончания, они хорошо комбятся. В японском проблемы с рифмой, они иногда просто на ритмику идут. Они игнорируют рифмы и просто на речитатив напирают. То есть, панчи, да, рифмы нет. Если мы берем рифмы и панчи. Кто там, Семченков хотел, что-то? Хорошо, вот после. Спасибо, как всегда. Я помню только запись вашей лекции про происхождение японского на предыдущих… Японского алфавита. Да, японского алфавита. У меня такой вопрос. С точки зрения истории, вот была Вторая мировая война между США, ну, США против Японии воевали, всем мы знаем, что во время войны вывешиваются всякие агитационные плакаты и, наоборот, антиагитационные и так далее. Так вот, в случае Японии, там употреблялись вот эти слова по отношению к американцам и вообще была ли там такая тенденция в плане агитации? Ну, я не интересовался, я не гуглил эти плакаты. Некоторые я находил, в основном это были типичные императско-патриотические, где там самурай с мечом, и там как попадают все листья сакуры, так каждый японец готов пожертвовать жизнью за своего императора. Ну, и типичная вот эта милитаристская чушь, которая тогда промывая мозги японцам, и это привело к трагедии. Но Америку тогда в плакатах называли Бэйкоку и в слоганах. Это понеближительное название, да? Как для России есть Рококу, страна дураков японская, да? Для Америки Бэйкоку, страна риса, рисовая страна, рисоеды, так их называли. Вот Овата Бэйкоку, покончим с Америкой, такой вот слоган. Я помню его скандировали солдаты. И в послевоенной Америке есть такое слово Гайдзин, оно означает иностранца-чужака, оно обидное. То есть есть вежливая Гайкоку-джин, это иностранец, а вот чужак это Гайдзин. И американцев называли Бака Гайдзин, с вот этим Бака, да? Бака Гайдзин. Вот такое еще обидное прозвище. Вот я могу сказать два, Бэйкоку и Бака Гайдзин. То, что и Америку, естественно, те, кто там из японцев сейчас не любят Америку, имперцы, они продолжают называть Америку Бэйкоку, Россию Рококу, ну, они никого не любят, естественно, кроме Японии. Спасибо, Борис. Как всегда, очень интересно. Хотел спросить про диаматические выражения. Во многих языках, если не хватает словарного набора, придумывают очень красочные, интересные, чтобы ты бы поднял, это гэпнул, это прочее. Как в японском языке с этим? Какие ты можешь вспомнить, навскидку? Ну, Павел, пословицы, диаматических выражений много. В основном, это всякое самоуничижение, что, простите, я доставлял вам хлопоты, даже если вы не доставляли хлопоты, да, я создавал вам помехи даже. То есть, мы очень принижаем себя, когда с кем-то говорим в японском, мы говорим о себе очень скромно. Много очень интересных пословиц, есть много очень интересных таких, йоджи дзюкуго, это сочетание из четырех канзи, которые являются зашифровкой какой-то умной фразы. Если вспомнить, мое любимое из пословиц, забавное такое, это, например, намимини мидзу, это как вода в сонное ухо, то есть, как снег на голову, когда что-то необычное, внезапное происходит, намимини мидзу, или, например, никай карамегусуи, то есть, как со второго этажа в глаза капли капать, когда, да, как об стенку горохом наши, то есть, выполнение какого-то абсолютно неэффективного, беспорезного действия, никай карамегусуи, лекарства для глаз со второго этажа, вот такие. Но я их, на самом деле, знаю больше, но это, знаешь, тема для отдельной лекции, Саша. И диаматических много, они говорят, там, в горле пересохло, они говорят так же, как и мы, в желудке пусто, ну, они в основном по одному принципу идут с учетом, с поправкой на большую скромность японцев выречил о себе, наверное. АПЛОДИСМЕНТЫ